Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим куриные бедрышки в сливочном соусе. Очень вкусно, быстро и питательно. Как нам быстро и вкусно приготовить куриное бедро, сегодня я вам расскажу. Куриное бедро это полноценный завтрак, ужин или обед. Готовится оно достаточно быстро. Я его вымыла. Вот такие вот части могут присутствовать. Это гуська куриная. Ее по правилам приготовления всегда удаляем. Бывают излишние наросты такие кожи. Их как бы тоже нужно будет убрать. Конечно, предварительно мясо бедро мы помыли. Вот я его обсматриваю. Если есть вот такие вот жирки всякие разные, конечно же их мы тоже удаляем. Вот здесь вот излишняя кожа. Она не готовится. Ее обязательно нужно убирать. Вот лишнюю кожу мы убрали. Можно, конечно же, убрать вот этот вот хребет, который не готовится. Вот посреди двух бедер он находится. Я его сейчас аккуратно вырежу. Он нам тоже не пригодится в приготовлении, потому что это кость. Мы аккуратненько вот здесь вот эту косточку обрезаем. Здесь вот находится сустав. И очень легко его отрезать. Если вот не можете перерезать, даже можно надломить, а потом срезать. Вот так вот у нас эту косточку я уберу. Она нам в приготовлении не нужна. Ее нужно просто использовать на супчик. Вот такое вот бедрышко у нас получилось. Здесь очень много мякоти. И сейчас мы, чтобы они у нас вкусно получились, наши бедрышки, будем их мариновать. Мариновать или подготавливать к обжарке. Конечно, нам хочется не просто их кинуть на сковородку, а придать им определенный вкус. Я немного подсаливаю. Кладу черный перец. Кладу перец. Набор трав, специй всяких разных. Можно использовать приправу для гриля. Вот здесь вот она у меня находится. Можно использовать специальную приправу для курицы. Я как следует здесь все перемешиваю. Вот эти все наши специи. Перчики всякие разные. И сейчас, конечно же, обязательно мы добавляем чеснок. Чеснок всегда украшает блюдо. Курицу без чеснока я не знаю, честно говоря, кто готовит. Она становится краше. Вкус ее интереснее. Поэтому чеснок мы кладем обязательно. Я кладу два зубка на наши бедрышки. Просто их через пресс сейчас пропущу. И оставлю таким способом мариновать курицу. Ну, хотя бы минут на 30. Вот вы встали утречком. Или вечером прибежали с работы. Быстренько-быстренько ее замариновали. Вот таким способом. 30 минут достаточно. Конечно, лучше было бы побольше. Ну, 30 минут хватит. Вот в таком виде я оставляю наши бедрышки мариноваться. Бедрышки наши маринуются. А мы тем временем приготовим сливочный соус. Он домашний, вкусный. Его можно использовать как подливок пюре, так же к любым макаронным изделиям, крупам. Пожалуйста. Готовится он достаточно просто. Мы берем 3 столовых ложечки сметаны. Сметану лучше, конечно, брать для соуса пожирнее, 20%. Ну, какая есть в холодильнике, можете тоже использовать. Так как в курицу мы положили достаточно много чеснока, в соус я добавлять чеснок не буду. Но если вы не кладете чеснок туда, то в соус, конечно же, его добавлять нужно. Так же я сюда добавляю 1 столовую ложечку томатного кетчупа. Кетчуп можете по вкусу брать, у нас просто шашлычный. И зелень. Зелень у нас есть свежая. Я добавлю сушеную. Вот здесь у нас педрушечка, укропчик. Сейчас зима. Зелень у нас домашняя, очень вкусная. Так, добавлю где-то 1 столовую ложечку. Можно использовать свежую зелень. Так, все тщательно перемешиваю. И протираю сюда черный перец. Он очень ароматный. Придаст такой богатый-богатый вкус нашему блюду. Вот. Тоже можете добавить его по вкусу. Я перемешиваю. Соус у нас где-то получилось, вот, наверное, 4-5 столовых ложечек. Вот, на нашу курочку, на 3 бедрышка, этого достаточно. Если будете готовить больше, то можно все продукты увеличить в 2 раза. Так, все, соус наш готов. Он очень ароматный, красивый получился. Я его вставляю в сторону. И мы идем обжаривать наши бедрышки. На сковородку мы налили немного масла, потому что у нас будет соус. Мы будем готовить. И наши бедрышки, вот такие они у нас очень мясистые, замаринованные. Мы выкладываем шкуркой вниз, чтобы у нас образовывалась корочка. Температура обжарки у нас высокая. Чтобы мы хотим приготовить их красиво, с корочкой, чтобы они у нас были очень вкусные. Мы их обжариваем до золотистой корочки. Затем будем переворачивать на другую сторону. Так, смотрим, проверяем бедро на обжарку. Корочка у нас образовалась. Корочка образовалась, значит влага у нас курицы сохранится. За счет такой быстрой корочки. Так, я переворачиваю. Как видим, в пиле у нас здесь очень-очень много. Поэтому нам нужно прожарить курицу правильно. Я ее переворачиваю и уменьшаю на одно деление нашу плиту. То есть, если мы жарили на высокой температуре, сейчас мы ее уменьшаем. И я накрываю крышкой. Если с той стороны мы обжаривали минут 7, то с обратной стороны на меньшей температуре мы будем обжаривать минут 9, на 2 минутки дольше. Так, я поднимаю крышечку и мы проверяем, как тут наши бедрышки. Я прокалываю ножом мясо и мы смотрим. Так, сок идет прозрачный. Это говорит о готовности. Мясо готово наше. Так же мы проверяем на обжарку. Обжарилось. И теперь мы будем заливать нашим соусом. Вот оно у нас такое не сухое было, а, конечно же, соусом. Соус я выкладываю просто на каждую тушку. Вот, по ложечке. Чтобы придать, конечно же, горка ложки. У нас даже здесь еще немножечко осталось. И накрываю опять крышечкой и понижаю температуру. Понижая температуру, ставлю на самую-самую низкую температуру. Даже если у вас такая более сильная плита, можно даже будет вообще температуру убрать. И прям вот минутки на 2-3 я закрываю, чтобы наш соус вот прям впитался в курицу, чтобы сметанка наша прогрелась. Ну, такой сливочный, чтобы соус у нас получился. Вот такая красота получилась. Ароматная, очень вкусная. Бедрышки я выкладываю на тарелочку. Они у нас получились достаточно нежные. И вот с таким прекрасным соусом. Соус немножко так вот подварился, запекся немножко сверху, загустел. Так. И сейчас мы будем подавать, ну, вот с любым гарниром, например, какой у нас дома есть. Бедро я выкладываю на блюдо. В гарнир у нас обычный отварной рис. Немножко приправлю порезанной измельченной зеленью. Вот так красиво у нас получилось. Сейчас, конечно же, мы проверим мясо, какое у нас получилось мясо. Потому что многие просят посмотреть, правда или неправда. Мясо у нас получилось очень нежным. Я вот так вот отрезаю безо всяких усилий. Вот такое красивое. Вот такое вот приготовленное. Можно даже будет его сейчас попробовать. Очень-очень нежное и вкусное. Приятного аппетита! Готовьте по нашим рецептам. Блюдо очень сытное. Зарядит вас на весь день. Завтрак прекрасный. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok